Всем привет! Меня зовут Ксения, я рада вас приветствовать на моем канале. В сегодняшнем видео я хотела вам рассказать, что в моей сумочке. Если вам интересно, то продолжайте, пожалуйста, смотреть. Я только что вернулась с улицы, и, соответственно, со мной была моя сумочка от Ребека Минко. Мне ее подарил муж на Новый год. Она идеальной формы, она идеального размера. У нее есть вот такой длинный ремешок. Я не знаю, она подходит мне по цвету ко всему. Я не знаю, как получилось у мужа выбрать вот такую вот идеальную сумку, но я ее люблю. Потому что она вот просто вот, я не знаю, размера, который мне реально подходит. Мне вмещается все то, что мне нужно. Сумки Торбо я не люблю, поэтому эта сумка всегда со мной, и она сейчас у меня в фаворитах. Первое, что вот мне попадается, это кошелек. Я его обычно вот так вот ложу поперек, он сюда на самом деле помещается. Это он у меня вот так вот был, потому что, наверное, я ним последний раз пользовалась. Тоже идеальный цвет, идеальная форма, тоже подарок мужа. Я его очень сильно люблю, берегу. Мужа, а не кошелек, как вы подумали. Вот, тут все мои карточки, фотография мужа. В общем, все то, что мне нужно. Второе, что мне попадается, это, конечно же, телефон. Он всегда при мне. Это то, без чего я не могу выйти на улицу, потому что я забываю всегда часы. Это и часы, это и средства информации, ну, понятная дело. Так, дальше, что мне попадается. Это моя расческа. Расческа это всем известная, очень популярная, не дешевая. Говорят, что она не дерет волосы. Это неправда, она дерет волосы, но не так, как обычная расческа. Говорят, что на ней не остаются волосы. Нет, никому не верите, на ней остаются волосы, но не так много, как на обычной расческе. Так, что у меня дальше? Ага, это моя запасная резиночка. Вот такая резинка со мной всегда на моей руке, потому что я ее ношу, чтобы не забыть. А если все-таки забываю, вот у меня есть такая розовая запасная сумка. Потому что, допустим, когда я захожу куда-то покушать, у меня всегда распущены волосы, я собираю волосы, чтобы они не купались в супе и не оставались где-то у кого-то в тарелке. Дальше, это моя тональная основа от Ая. Когда нажимаешь на эту штуку, выделяется вот такой вот крем. Он мне подходит по цвету, потому что на мою светлую кожу трудновато, конечно, подобрать какое-то средство BB или CC крем, или вот такой вот, это, по-моему, называется, типа вот штука с подушечкой, да, с мокрой. У Ланкома такая стоит что-то очень дорого, но это что-то около 20 долларов, по-моему, стоило. Но она мне нравится. Это, значит, цвет N21. Так, что у меня есть дальше? Вот, это средство, которое удаляет микробы. Это моя любовь, я без нее никуда. Она мне очень нравится, я ее купила в Nature Republic. Во-первых, потому что она розовая, во-вторых, потому что она удаляет 99,9% микробов, в-третьих, потому что я очень люблю чистые руки, и я очень часто не пользуюсь, и очень редко, когда я ее бросаю дома. Она всегда при мне, пару штук еще у мужа в машине лежит. А вот эта вот новенькая практически, вот всегда при мне. О, дальше помадка. Это помадка от Vivienne Sabo номер 105. Ее подарила мне подружка, я не сильно люблю, подружку я люблю, не сильно люблю продукты Vivienne Sabo, потому что, ну, не мои они. Но эта помада мне подходит, во-первых, под этот свитер, во-вторых, у нее очень мягкая структура, такая как больше к блеску похожая. Ну, вот, я ее уже практически использовала, очень часто не пользуюсь. О, тут еще завалялась вот помадка от Evroche. Она такого очень яркого красно-валого цвета, но она мне, если честно, не... О, она очень вкусно пахнет. Она тут осталась с прошлого раза. Она мне не сильно нравится, потому что она сушит губы. И вот по структуре она вот такая, как бы... Ну, мне не нравится. Я после того, как ее крашу, во-первых, она въедается в губы, остаются после нее такие вот красные губы, и у меня начинает сразу трескаться губы. Ну, понятно, потому что она реально сушит губы. Но я ее люблю, потому что она мне пришла в подарок бесплатно. Дальше что у меня есть? Ага, это бальзамчик EOS. Его мне подарила подружка с Америки. Он пахнет ягодками. Я вообще очень часто пользуюсь бальзамами. У меня по всей квартире разбросаны бальзамы для губ. А этот вот такой вот компактный, удобный, круглый, он со мной в сумочке моей всех. Да. Так, дальше. Это моя ручка. Ну, тоже на всякий случай, чтобы была dry safe. Она вот такая, больше к фломастеру, очень тонкому. Еще. Еще пару конфеток мятных, на всякий случай, чтобы освежить дыхание. Это все, что есть в моей сумочке, на самом деле. Это все мои вот такие вот must-have, когда я выхожу куда-то. Так, телефон я, наверное, оставлю, а с этим пойду завтра, потому что она мне завтра тоже пригодится, когда я буду куда-то выходить. Телефон оставлю, потому что он мне нужен сейчас. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Все продукты, которые поучаствовали в нем, я постараюсь описать в комментариях, дать ссылку на эту сумку, потому что она, ну, это реально идеальная сумка, универсальная, которая должна быть вот такого вот размера сумочка должна быть у каждой девочки. У нее реально помещается все то, что нужно. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось оно, поддержите меня лайками. Так я узнаю, что вам нравится видео в этой тематике, что мне нужно снимать и дальше. Если вы хотели что-то спросить у меня или задать вопрос, или что-то прокомментировать, пожалуйста, пишите в комментарии ниже. Если вы хотите смотреть видео со мной дальше, подписывайтесь. Если вы подпишетесь, вам придет помещение о новых видео, которые я буду загружать, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующем видео, тему которого я скоро расскажу у себя в инстаграме, потому что у меня уже есть некоторые планы, что я хотела дальше снять, и это будет что-то интересное тоже с косметики. Поэтому следите за мной, и скоро будет новое интересное видео. Не забудьте также посмотреть мое видео, как я познакомилась со своим мужем, и каждое воскресенье мы загружаем видео о нашей прожитой неделе. Так что увидимся с вами в каком-то следующем новом видео. Я вас целую. Пока! Продолжение следует...